Добрый вечер, уважаемые болельщики! Мы рады приветствовать вас на ледовой арене Дворца спорта юбилейной в городе Альметьевск, где уже через несколько минут местная команда «Спутник» будет принимать команду «Сарматы» из города Оренбург. Итак, вашему вниманию сейчас будут представлены главные действующие лица сегодняшнего поединка. В команде «Сарматы» голкипер номер 50 Никита Ченцов 90,5% отраженных бросков и коэффициент пребываемости 3,42 у этого вратаря. Ну а сейчас на ваших экранах вратарь команды «Спутник» Антон Чибизов. Играет он под 80 номером, 91,3% отраженных бросков и коэффициент пребываемости 2,8 у этого голкипера. Переходим к защитникам в команде «Сарматы». Это Сергей Мажаев, номер 68, 13 очков в активе этого защитника, 6 шайб заброшено, 7 результативных передач и показатель плюс-минус равен минус 4. В команде «Спутник» лучший защитник по статистике на данный момент Степан Терехов, 28 номер, 17 очков набрано этим игроком, 3 шайбы заброшены, 14 результативных передач сделаны, показатель плюс-минус равен плюс 12. И, наконец, переходим к нападающим в команде «Гостей». Это 72 номер Владислав Рвачев, 27 очков набрано этим форвардом, 11 шайб заброшено, 16 передач и результативных сделаны, показатель плюс-минус равен минус 3. Ну и в команде «Спутник» из Альметьевска капитан команды Данила Курков, номер 51, 28 очков в активе этого нападающего, 13 шайб заброшено, 15 передач сделаны, показатель плюс-минус равен нулю. Так, у нас все готово к началу поединка. Будут у нас еще гимны Российской Федерации и Республики Тарстан. Пока пробежимся кратко по турнирам таблицы. Обе команды выступают в конференции «Восток». С той лишь разницей, что «Спутник» выступает в дивизионе «Золотой» и там занимается седьмое место, имея в активе 44 набранных очка. С разницей забитых пропущенных шайб минус 16, 111 шайб заброшено, 127 пропущено, соответственно. Ну а команда «Гостей» выступает в дивизионе «Серебряный» и там она расположилась на последнем месте турнира таблицы. Девятое место, если быть точным, 22 очка набранных в активе этой команды и разница забитых пропущенных шайб минус 56, 104 шайбы заброшено и 160 шайб пропущено, соответственно. Пробежимся по последним матчам играющих сегодня команд. У «Спутника» дела обстоят получше. 25-26 января «Спутник» принимал команду «Мамонты» и «Югры» и там в первом поединке уступили в обертами со счетом 3-4, ну а во втором были сильнее оппонента, в основное время со счетом 3-1 одержала победу «Альметьевская» команда. И 29 января «Спутник» принимал команду «Ладья» из Тольятти и также был сильнее со счетом 3-1, закончилось основное время того поединка. Ну а «Альметьевская» команда 25-26 января принимала сибирских снайперов и они разменялись очками. В первом поединке сильнее оказались сибирские снайперы, со счетом 2-4 переиграли хозяев площадки, ну а во втором «Сарматы» были сильнее уже со счетом 3-2, в основное время закончился этот поединок. Ну и 30 января «Ирбис» в Казани переиграл «Сарматов» со счетом 2-0. И так звучат гимны Республики Татарстана и Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. ПЕСНЯ 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 Как раз было сейчас на ваших экранах. И приходим к команде «Хозяев». Ворота команды «Спутник» из Альметьевска защищает Антон Чемизов, номер 80. В нападении Семен Калинин, номер 35. Малик Соберзянов, номер 37. Данила Курков, номер 51. В защите Степан Терехов, номер 28. И Егор Зевзеев, номер 55. Старший тренер команды Марк Двинцев, Сергей Дмитриевич. Итак, расположились команды в центральном круге. Первые пятерки, конечно же, на льду. И уже через несколько секунд начнется этот поединок. Который будет непростым. Вообще, в молодежной хоккейной лиге буквально по пальцам можно перечитать матчи, где все просто складывалось для какой-либо из команд. В каждом поединке упорная борьба на площадке. Тем более, плей-офф уже не за горами. И сейчас каждое очко на вес золота. Поэтому в отсутствие мотивации, конечно же, команды обвинить трудно. Что у нас? Первая остановка встречи. Здесь сдвинуты ворота Оренбургской команды. Всего 29 секунд. Сначала поединка прошло и уже опасный момент. В какой-то мере был ворот Оренбургской команды. Смотрим повтор этого момента. Курков. Да, и там против него активно действовал Егор Леушин. И были сдвинуты ворота. Не потребовалось вмешательства технических специалистов Творца Спорт-Юбилея. И поэтому у нас встреча будет продолжена уже в самое ближайшее время. Вторая пятерка на льду у Альметьевска. Говорков. Брасов не выиграл. Передача на синюю линию. И за ворот прошла передача. Но броска у Говоркова не получается. Сдвигается за ворота. Неточная передача. И приходится побороться за шайбу в углу площадки. Но в этом мини-противостоянии победителем вышли игроки Альметьевской команды. И следует бросок. Будет ли добивание? Добивание с неудобной руки последовало. Но был готов к такому развитию событий Никита Ченцов. Откатываются к своим воротам хозяева площадки. Бекташев с шайбой. Там на него накатывался Павел Мешков. Но успел перед этим игрок Альметьевской команды сделать передачу. Якупов с шайбу теряет. И за воротами первым на ней Новиков оказался. Новиков. За ворота хотел сделать передачу партнеру. Но не позволили ему это сделать альметьевские хоккеисты. Бросок от синей линии блокируется оренбургскими хоккеистами. Добивание. Шайба в створ не попадает. Вновь шайба. И спутник. Бросок. И шайба в ловушке у Никиты Ченцова. А бросал поворотом у нас по всей видимости Мурат Галиев. Галиев на точке выбрасывания. Шайба Оренбург. Был буквально мгновение. Пытались шайбу увезти из своей зоны. И вот может быть сейчас получится что-то в атаке у команды гостей. Пытался принять шайбу Данил Бородин. Но перехват. И уже должен был спутник пойти в атаку. Но в средней зоне очень грамотно против них сыграли. Продолжается атака команды хозяев. Хорошая передача. И в одно касание не получился. Бросок у нападающего альмельческой команды. Тем не менее продолжают они развивать свои атакующие действия. Следует бросок от борта практически. И Никита Ченцов уверенно эту шайбу забирает в ловушку. Ну что же очередная остановка встречи. Две минуты и двадцать секунд позади. В первой двадцати минутке. И за столь короткий промежуток времени. Конечно рано делать какие-то выводы. Но складывается у меня впечатление. Что небольшое игровое преимущество все же на стороне альмельцевской команды. Были у них опасные моменты. Не сказать что. Были близки они к тому, чтобы забросить шайбу. Но по крайней мере дал кипера альмельской команды понервничать. Заставили в паре эпизодов по крайней мере точно. Шайба в средней зоне. Подхватывают ее альмельческие хоккеисты. Передача через борт. Сиданцов ошибается при передаче. Прямо на клюшку оппоненту делает передачу. Посмотрим воспользуются ли этой ошибкой альмельцевцы. Нет, не получилось наказать защитника альмельцевской команды. Идет спутник вперед. Коварков. Хороший дриблинг. Ушел от одного игрока. Но со вторым такое провернуть не удалось. Нападающей альмельцевской командой. Перехвачена шайба. И посмотрим, что теперь будут делать игроки из Оренбурга. В среднюю зону. И так-то просто пройти. Просок. И шайба в ловушке у Антона Чибизова. Развивали атаку оренбургские хоккеисты. Но в этот момент решили игроки спутника произвести смену. И могло это в определенных обстоятельствах печально закончиться для спутника. Но все обошлось. Выбрасывание у ворот команды хозяев. Передача за ворота. Терехов. Калинин. Зибзеев через борт. Курков подхватывает шайбу. Хорошая передача. Бросок в одно касание. И вылетает шайба в ворота. Какая великолепная комбинация в исполнении альмельцевской команды. Люба дорого посмотреть. И бесилен был что-либо сделать Никита Ченцов. Посмотрим сейчас повтор этого эпизода. Принимает поздравления партнеров по всей видимости Семен Калинин. Да, но здесь Курков все сделал правильно. Семеном на руке сделал передачу. И все, что Калинину оставалось сделать, это нанести точный бросок по воротам. Бессилен был голкипер Оренбургской команды что-либо уже сделать. Хотя, по крайней мере, он двигался в правильном направлении. И никаких вопросов, я думаю, у болельщиков Оренбургской команды к вратарю своей команды в этом игровом отрезке нет. Итак, выходит вперед альмельцевская команда. Три минуты и сорок секунд позади в первой двадцатиминутке. И посмотрим, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Играть еще очень и очень много. Якупов с шайбой пытался уйти от преследования. И звучит свисток судейской бригады. По всей видимости, положение вне игры зафиксировал линейный арбитр. Да, в средней зоне располагаются игроки обеих команд. Роман Говорков не сумел переиграть оппонента на точке вбрасывания. И собственные зоны будут начинать атаку игроки из Оренбурга. Канадский вход в зону. Но здесь в первом на шайбе Бикташев, конечно же, оказался. Отдает назад Кашапову. И не очень точная передача получилась. Защитник альмейстерской команды. Но перехватить в конечном итоге партийный снаряд у гостей не получилось. Якупов на правый фланг отдает передачу. Хороший пас. Эффектный силовой прием от оренбургского игрока. Но продолжают по-прежнему. Продолжали, по крайней мере, владеетели альмейских хоккеистов. Вот снова они в уборной борьбе шайбу эту выцарапывают. Попытка номер два выйти из зоны. На этот раз успешная, но нужно смениться и шайбу. Вот таким вот образом отправили за ворота Чибизова. Проброс судейской бригады не зафиксировал. Соответственно, можно продолжать игру. Галиев. Передача до Галиева не дошла. Ну и здесь понята вверх рука главного арбитра. Будет сейчас удаление в команде гостей Владислав Рвачев. Очень уж рьяно цеплял игрока альмейской команды. За что отправиться отдыхать на две минуты. Ну а пока отложены штрафы. Уже шесть полевых игроков у хозяев площадки. Покинул свои ворота Антон Чибизов. Посмотрим, как шестером действуют игроки из Альмейска. Не получается бросок у защитника. Было касание. Остановлено встреча. Наконец отправится в бокс для штрафованных Владислав Рвачев. И оставляет он свою команду в меньшинстве. Шесть минут почти уже команды провели на площадке. Сначала первые 20 минутки. Первое удаление в сегодняшней встрече. Соответственно, первая возможность у хозяев разыграть численное преимущество. Ведут они в счете. И если удастся в большинстве забросить шайбу, конечно, укрочат от позиции альмейсской команды. Посмотрим. Но для начала нужно выиграть как минимум выбрасывание. Удалось им это сделать. Тут же расставились игроки спутника в зоне Арибурсов. Хорошо клюшку подставлял Сергей Мажаев. Но не погибает она зону. Сарматов продолжается. Сейчас перепасовка в исполнении альмейсской команды. Говорков решил бросить с острова угла. Не точно. И на синей линии никого не было. Шайбу это установить. Тут же меняются оренбуржцы. И новая атака спутника. Бросок. Мимо ворот шайба проходит. И покидает ледовую площадку. По всей видимости дает свисток главный арбитр сегодняшнего поединка. 32 секунды. Большинство уже позади. Для альмейсской команды пока ничего особо примечательного не произошло. За это время. Но справедливости ради. Стоит отметить, что уверенно контролирует шайбу в зоне своего оппонента. Хозяева площадки. Курков с партнерами сейчас выходит на лед. Тренинский штаб доверил первую звену. Попытаться разыграть численное преимущество. Конечно, определенная логика в этом есть. Расставились игроки спутника. Зибзеев. Бросать не стал. Курков за ворота. Вновь Курков на Зибзеева. Калинин. Не стал бросать. Много передач. И время уходит. Всего минуты остается обороняться Оренбургской команде. Калинин. Курков по шайбе не попадает. Но партнеры приходят на помощь. И контроль над шайбой возвращается к Оренбургской команде. Курков решил бросить. Блокирует этот бросок Оренбургской. Более того, удается им отброситься. Тут же нужно смениться. Свежая четверка появляется на площадке у гостей. И всего 35 секунд в распоряжении спутника. Розыгрыш лишнего. Кашапов. Получает шайбу обратно. Бекташев. Правым флангом будет входить в зону сам. Расставились. И всего 15 секунд до выхода оштрафованного игрока. Успеют ли нанести бросок. Кашапов бросок. И отбрасываются Оренбургцы. Что ж, не удалось Альбетевской команде реализовать численное преимущество. 8 минут позади. В первой минутке пока преимущество. Минимальная спутника со счетом 1-0. Хороший ответ. Оренбургцев бросок. И шайба влетает в ворота. Здесь, конечно, стоит отметить индивидуальные усилия Егора Иванова. Который сравнивает счет. Не удалось реализовать численное преимущество. И в полном составе уже Оренбургцы сравнивают счет. Смотрим повтор этого момента. Да, хороший бросок оставляет неудел Антона Чибизова. Счет 1-1. И у нас в этом матче все начинается сначала. Третья пятерка на площадке у Альбетевской команды. Уступили на точке выбрасывания. Тут же следует бросок поворотом. Чибизов был готов к такому развитию событий. Но шайба в створ не попадает. Перехват. Лидан Галеев направо. Рияз Галеев набирает скорость. Пытался 1-1 с голкипером. Команды гостей выйти. Но защитники его грамотно оттеснили. Более того, без нарушений правил. И идут Оренбургцы вперед. Придется за шайбу побороться у борта. Хороший силовой прием в исполнении игрока Альбетевской. Команды против Данила Новикова. Был при нем славоприем. Махмутов набирает скорость. Себе на ход. Казалось бы, прокидывал шайбу. Но отправляется на замену. 9 минут позади. И пока в расчете на борьбу получилось. Шайбу Кашабу выбрасывал. Павелка. В угол площадки. Говорков за воротами. Развернуться бросить не получилось. Оставляет защитнику. Бросок блокирует. Семенов за ворота. Такое чувство, будто в большинстве сейчас играет Альметьевская команда. Но нет. По 5 полевых игроков на площадке. Непонятно, что-то происходит. После заброшенной шайбы, говорят, бутцы, казалось бы, должны окрылиться. Но пока полное преимущество на стороне Альметьевской команды. Может быть, сейчас удается шайбу вывести из своей зоны команды гостей. Но нет, не тут-то было. По-прежнему спутник с шайбой. И лишь благодаря неточной передаче игрока спутника удается шайбу из зоны оренбургцам вывести. Но, по всей видимости, ненадолго. Бросок. Не сумел шайбу зафиксировать. Птенцов. И повезло ему, что шайба в сторону от ворот пошла, изменив свою траекторию. Иначе могло все это закончиться взятием ворот. Вторая половина первых 20 минут уже у нас пошла. Чибизов шайбу забирает в ловушку после броска нападающего Сарматов. И очередная остановка встречи. Будем смотреть за выбрасыванием ворота линейской команды. Буквально несколько секунд назад был автор заброшенный в состав линейской команды игрок Семен Калинин. Сейчас он находится на площадке. Ну а на точке выбрасывание капитан команды Данила Курков. Панов оставлял партнеру. Терехов за воротами. Сразу два игрока Оренбурцев против него действовали. Но безуспешно. Вновь Терехов с шайбы. Передача на левый фланг. Зибзеев решил бросить в створ. Не попадает. Курков отхватывает шайбу. Против него сразу два игрока Сармата. Активно действуют. Бросок принимает на себя издесущий Егор Иванов. Калинин. На синюю линию. И не дотягивается до шайбы. Зибзеев. Терехов с шайбой. Говорков. Хороший обыгрыш. Бросок с неудобной руки. И ворот шайбы пролетает. Проводил его взглядом. Ченцов. И ответ Оренбурга. Серия взаимных ошибок сейчас была в исполнении обеих команд. И в конечном итоге игроки спутника шайбы завладели. Сейчас пытаются в зоне Оренбурцев закрепиться. Отчасти удается им это сделать. Сьякупов приходит на помощь партнерам. Говорков. Перехвачена передача защитника Ольберинской команды. Но 1-1 с Чибизовым игроку. Сарматов убежать не удалось. У нас неплохой темп. Команды поддерживают. 12 минут уже. Почти даже 13 уже. Пролетели на одном дыхании. И две заброшенные шайбы. Мы уже с вами увидели. Контратака Оренбурга. Может получиться бросок. Прямо в Чибизово пришел этот бросок. Обросал поворотом Илья Бубряшов. Нападающий Оренбуржской команды. Неплохая комбинация в исполнении команды гостей. И здесь удача была уже на стороне Ольберинской команды. Алексей Донцов с партнерами на площадку Ольберинской. Это четвертое звено команды хозяев. Семенов подхватывает шайбу. Повелка не сумел спортивный снаряд из своей зоны вывести. Повелка вновь неубедительно действовал. И позволил нанести бросок поворотом своей команды. Но Чибизов контролирует ситуацию. Очередная остановка. И будет вбрасывание производиться в зоне Ольберинской команды. Выиграли вбрасывание Оренбуржцы. Неплохой бросок от борта в расчете на то, что кто-нибудь подставит клюшку. Еще бросок от синей лидии на добивании никого нет. Захаров. Хорошая передача. И вновь бросок. Блокируется Захаров шайбой. Калинин против него. Неплохо сыграл. И шайбу вывел в среднюю зону. На Зибзеев, на Курков. Передачу дел. Но тяжело было ее обработать. Курков с шайбой за воротами. Хорошая передача. Бросок. И влетает шайба в воротах. Вновь эти два парня. Смотрите, что творят. Курков и за ворот делают передачу. Семен Калинин в похожей манере. Так же, как была заброшена первая шайба. Отправляет ее в сетку ворот. 14 минут ровно сыграно в первые 20 минутки. И вновь спутник выходит вперед. Благодаря усилиям капитана команды и Данила Куркова и Семена Калинина. По 35 номерам выступают нападающие этой команды. Смотрим великолепную комбинацию. Да, молниеносная атака и тяжело было ремурцам эту опасность этой атаки нивелировать. Пытался там Артем Ожомов сместиться. Но имеем, что имеем. Вновь впереди спутник и дубль оформляет нападающей альмитиской команды. Якупов прокатился за воротами. Арефьев не стал Кашапу делать передачу. Пас на пятак решил сделать. И шайба оказывается в зоне оренбургской команды. Естественно, возвращать ее на лед никто не собирается. Посмотрим. Принесет ли удачу оренбургской команде свежая шайба на площадке. Третья пятерка на ладу Альмитиска. Во главе с Муратом Галиевым. Который на точке выбрасывания. Казалось бы, все сделал правильно. Но выбрасывание остается за оренбургской. Тем не менее, рвутся они вперед. Не точная безадресная передача получилась. Рияз Галиев через борт делает на Эльдана Галиева передачу. Но там никого нет. И в углу площадки уже первым Горбунов на шайбе оказался. Хорошая передача в средней зоне. Бросок. И прямо в ловушку Антону Чебизову. Шайба попадает. А бросал поворотом, по всей видимости, Кирилл Горбунов. Смотрим. Повтор этого момента. Прямая видимость была у вратаря Альмирской команды. И, конечно же, такие броски должен парировать. Галкипер, выступающий в сильнейшей молодежной лиге России. Последние четверо теперь за 20 минутки. Уже начало отсчет. 4 минуты 40 секунд остается играть в первом периоде командам. Если быть точным, шайба за воротами Чебизова. И это значит проброс, который фиксирует судейская бригада. Вновь будем наблюдать за выбрасыванием в зоне Оренбургской команды. Является первая пятерка у Айметьевска на площадке. Ну и против них, по всей видимости, действует первое звено Сарматов. Курков с острого угла решил бросить. Отражает этот бросок Никита Чебцов. Но шайбу зафиксировать не сумел. Продолжается атака Альбургской команды. Зибзеев ошибся при передаче. И ответа острого у Оренбургцев не получилось. Более того, положение вне игры фиксирует. Линейный арбитр будет в средней зоне выбрасывания производиться за 4 минуты 8 секунд до конца первой 20 минутки. Говорков. Хороший вход в зону. Якупов. Сразу двоих Оренбуржцев переиграл. Хорошую передачу делает партнеру. Бросок с острого угла. И шайба в ловушке Никиты Ченцова. Все в порядке у вратаря Сарматов. Тоже смена по ходу встречи. Появляются свежие силы на площадке. Третье звено Вальметьевска. Против третьего звена Оренбургской команды. Риязгалиев решил бросить по воротам. По-моему, в створ шайба не попала. Самигулин откатывается назад. Ошибается при передаче. Прям на клюшку Бородину. Сделал передачу игрок Оренбургской команды. Риязгалиев. Нет. Здесь, конечно, высоко клюшку поднимал игрок Спутника. И остановка встречи. Двумя минутами караться это не будет, конечно же. Но выбрасывание в зоне команды. Хозяев мы увидим в ближайшие несколько секунд. Хотя временем 3 минуты и 23 секунды остаются на выяснении отношений играющим сегодня коллективом. Шайба в средней зоне. Будет сейчас Альмитинская команда начинать атаку из собственной зоны. Седан Сов в центр. Который момент может сейчас получиться опасный. Все благополучно завершается для Оренбургцев. Но, тем не менее, звонок тревожный. К прежнему чувствуется преимущество Альмитинской команды. Неточная передача. И уже в средней зоне оказывается хоккейная шайба. Паелка. Идет в обыгрыш. Слишком сильно делал передачу в центр на партнера. И посмотрим, получится ли контратака у Сарматов. Нет, не получится. Говорков с шайбой за воротами. И Егор Зипсеев будет начинать атаку альмитинской командой. Практически за 2 минуты до завершения первой 20-ти минутки. Перехватили шайбу в средней зоне. Оренбургцы пытаются сейчас закрепиться в зоне оппонента. Бросок. Чибизов не сумел шайбу накрыть с первой попытки. Лишь вот сейчас удалось ему это сделать. Что ж, довольно неплохая атака в исполнении команды гостей. Прозвучал свисток судейской бригады. Будет вбрасывание в зоне спутника производиться. Передача вдоль борта. Калинин. Курков. Сейчас может попасться получиться. Решил Курков не бросить, а сделать передачу. Но там, по всей видимости, кто-то клюшку подставлял. Курков бросает. Чинцов на месте. Да, сейчас очень жарко было у ворот Оренбургской команды. И были близки игроки спутника. Будем окровенны к тому, чтобы третью шею забросить в ворота своего оппонента. Но благодаря грамотным действиям голкипера Сарматов, все планы Оренбургской команды в этой атаке, по крайней мере, потерпели крах. Олефьев. Якупов. Против него грамотно Егор Левушин сыграл. Шайба уже за воротами. Антона Чебизова практически. Кашапов. Говорков. Спутник очередную атаку начинает. Говорков, смотрите, неплохо действует. Двух игроков обыграл. И наброс в сторону ворота. Не получается у игрока спутника. Едва это не обернулось контратакой. Но не очень хорошую скорость продемонстрировали Оренбург. Соответственно, никаких проблем не возникло у хозяев при отборе шайбы. Последняя минута у нас уже первые 20-ти минутки. Начала свой отчет. Лишь 45 секунд нас отделяют о сирене, извещающие об окончании первой 20-ти минутки. Посмотрим, может быть, за оставшееся время смогут провести атаку игроки альмитерской команды. Наоброс в сторону ворот. И высоко поднимал клюшку игрок альмитерской команды. Была возможность сбежать в браслевую среднюю зону, но решили, как решили. Третья пятерка на льду у Альмитерска. 26 секунд всего игроки первой 20-ти минутки. Пока счет минимальный в пользу альмитерской команды. 2-1. И он Канинин. В составе команды хозяев дважды смог горчить Никиту Ченцова. Одна из последних атак. В первом периоде, конечно же. Ну и все. Заканчивается первый период. И команды отправляются на перерыв. Три заброшенных шайбы мы с вами наблюдали первые 20-ти минутки. Ну а пока не расходимся и смотрим подборку наиболее интересных моментов первой 20-ти минутки. Вот как раз первая атака альмитерской команды была на ваших кранах, после которой в обороне переусердствовал Егор Левушин и ворота собственной команды. Вообще, начало поединка было за альмитерской командой и в конечном итоге это вылилось в заброшенную шайбу. Как раз на ваших кранах великолепная комбинация в исполнении Данила Куркова и Семена Калина, который открывает счет в сегодняшнем поединке. Затем встрепенулись было оренбуржцы, но нарушили правила и предоставили возможность поиграть в большинстве спутнику этой возможностью хозяева. Не воспользовались и уже играя в равных составах, спустя буквально очень небольшое время после выхода оштрафованного игрока, Точным броском Егор Иванов переиграл. Антон Чебизов счет сравнял. Однако, увидели мы еще одну заброшенную шайбу в первые 20 минутки и вновь, благодаря усилиям Данила Куркова и Семена Калина, в схожей манере была заброшена вторая шайба, словно под копирку с первой. Те же исполнители похожей ситуации и 2-1 спутник возвращает все преимущества в счете. Ждем интересного хоккея во второй 20 минутке, пока отправляемся на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они не сумели и как следствие, по крайней мере, получилась пропущенная шайба. В полном составе уже играем. После выхода штопованного игрока, старебошцы сумели сравнивать счет благодаря великолепному броску Егора Иванова. Но спутник решил первый период все-таки под свою диктовку продолжить и закончить. Извиняюсь за выражение на мажорной ноте. И вновь великолепная комбинация в исполнении все тех же Данила Куркова и Семена Калинина приводит к очередной капитуляции Никиты Ченцова. 2-1. Таким образом становится счет в первом периоде, каким мы его сейчас видим в видеокубе в «Ворце спорта». И вы, уважаемые зрители, на экранах своих устройств. Есть у нас статистика первого периода. Здесь по броскам тотальная преимущество альмейческой команды. 31 против 12. По броскам «Свор» также перевес у альмейтинска. 14 против 9. По сбрасываниям спутник впереди. 14 против 9. Ну и всего 2 минуты штрафа на 2 команды. Что говорит о высокой дисциплинированности играющих команд. Да, сейчас пришлось реакцию подключать линейному арбитру. Идва не угодила в него шайба. Но все благополучно завершилось. Владеет шайбой оренбургская команда. Диагональная передача на правый фланг. Ну там Терехов первым на шайбе оказался. Не сумели шайбу из зоны выбросить. И Сергей Мажаев возвращает ее вглубь зоны оппонента. Где ее перехватывают игроки спутника. Могут выход 3-го организовать. По крайней мере могли попытаться. Но тем не менее бросок произвели. В ворот не попали. Но это уже совсем другая история. Продолжает владеть инициативой альмейтинская команда. Бросок. Отскок опасный от борта. И Данила Курков шайбу отправляет в ворота. Сегодня первая пятерка спутника. Просто неудержимо. Уже на первой минуте, второй минутке. Все те же главные действующие лица. Доволен капитан альмейтинской команды. Смотрим. Бросал по воротам. Терехов, по-моему, бросал по воротам. Получился очень неприятный для рембургцев, конечно же, отскок. И им не применил воспользоваться Данила Курков. Практически в пусты ворот уже отправлял шайбу. Никита Ченцов, конечно, такого неприятного отскока от борта не ожидал. И начинал уже возвращаться в игру. Но капитан альмейтинской команды оказался быстрее. Таким образом, счет становится 3-1. Вторая минута уже второго периода у нас пошла. И продолжают атаковать игроки из Альмейтинска. Вот сейчас опасно может получиться. Хорошо клюшкой сыграл Никита Ченцов. Продолжает спутник нагнетать обстановку. Арефьев решил бросить. В створ не попадает. Первым на подборе оказались партнеры по звену. И вот только сейчас удается... Нет, не удается, знаете, рембургцам выйти из зоны. Продолжают нагнетать, повторюсь, обстановку альмейтинские игроки. И приносят это результат. И полет вверх руках главного арбитра. Но до этого решил не откладывать на долгий ящик вопрос игрок спутника. И шайбу в ворота забрасывает. Четвертая шайба влетает в ворота Никиты Ченцова. Посмотрим сейчас на повторик. Тоже становится автозаброшенной шайба. По всей видимости, Равиль Якупов принимает поздравления от партнеров. Да, здесь без комментариев. Говорков сделал передачу. Снова на противоходе. Везет сегодня Никите Ченцову. 4-1. Обескураживающее для оренбуржцев начало второй двадцатиминутки. Две минуты позади. Две шайбы заброшены. И делает альмитерская команда, скажем так, мини-мини-заявку на положительный для себя исход в этом поединке. Конечно, рано еще что-то говорить. Но преимущество в три шайбы. Плюс тотальное преимущество статистических данных на стороне альмитерской команды. Если, конечно, они в какой-то момент не расслабятся, будет вверх рука в главного арбитра. Но там игра всякой путь клюшки была. Сейчас все в порядке. Можно продолжать встречу. В средней зоне Сабигули шайбу не смог остановить. Ее подхватывает Бородин. Однако теряют орибуржцы владение шайбой. Может быть, у Борта сейчас удастся побороться. Бородин. Пытался игрок Сарматов из-за ворот вывести, бросить по воротам. Но выдавили его с пятака обороняющиеся игроки альмитерской команды. Тем не менее продолжают владеть шайбой орибуржцы. И вот даже дело до броска доходит. Будет вверх рука арбитра. Сейчас будет удаление в составе альмитерской команды. Покидает ворота Никита Ченцов. Практически успел до скамьезапасных доехать. Но до этого прозвучал свисток судейской бригады. 3 минуты и 33 секунды. Позади у нас во второй 20 минут. Все-таки увидели мы уже две заброшенные шайбы. Ну а сейчас станем свидетелями игры в неравных составах. Благодаря чрезмерным усилиям Ильдана Галеева. Игрока альмитерской команды. Который оставляет хозяев площадки в меньшинстве. На ближайшие 2 минуты. Если конечно же орибуржцы не сумеют численным преимуществом воспользоваться. Не будем загадывать. Будем просто смотреть и наслаждаться хоккеем. Сегодня пока нас радуют игроки обеих команд. Уже 5 заброшенных шайб мы увидели. А ведь только начало второго периода. И еще как говорится не вечер. За ворота делают передачу Сергей Мажаев. И перехватывают игроки спутника. Может выход 1 на 1 получится. Седанцов. Да, Мов сейчас спутник в меньшинстве. Неприятно огорчить в очередной раз голкипера орибуржской команды. Но Седанцову немного не хватило скорости. Идут вперед орибуржцы. Есть в их распоряжении еще минута и 22 секунды. Но неудачный вход в зону. Как следствие потеря уже на нейтральной территории. Подержали несколько секунд шайбы. Игроки спутника отправляют ее к воротам Никиты Ченцова. Длинная передача. Чибизов за воротами оставляет шайбу партнеру. Который ее вот таким вот образом отправляет в среднюю зону. Грамотно обороняется спутник. Никаких пока возможностей даже войти в зону закрепиться. И нет в орибуржской команды. Брагин. Семен наконец шайбу ввести в зону. Подоспели партнеры. И времени всего ничего 30 секунд остается на формате 5 на 4 у команды гостей. Хорошая передача. Бросок. И мимо. Будет близки. В какой-то мере орибуржцы к тому, чтобы реализовать численные преимущества. Есть еще временно один бросок. Вот как раз он следует. Чибизов шайбу не сумел зафиксировать. Она где-то у него за спиной оказалась куча мала на пятачке перед воротами. Звучит свисток судейской бригады. Естественно, нервы на пределе в таких игровых моментах у игроков обеих команд. Что нападающие, что у обороняющейся стороны. И нередко возникают неприятные последствия таких столкновений. Но в этот раз все под контролем судейской бригады. И никакой эскалации ситуации мы с вами не наблюдаем. Появляются свежие сочетания на льду. Ну, арбитры импровизированные мини-совещания устраивают. Возможно, на пятачке что-то интересное произошло, что мы не могли бы наблюдать в силу тех или иных обстоятельств. Да, отправляются главные арбитры сегодняшней встречи. Смотрите видео повтор момента. По всей видимости, есть вероятность того, что шайба пересекла линию ворот. И таким образом должен у нас измениться счет на табло. Пока у нас арбитры просматривают момент. Вот, есть у нас возможность тоже. Да, вы знаете, довольно интересный момент. Не совсем хорошо отсюда, к сожалению, видно, что же там произошло. Ничего не стоит исключать. А там уже Антон Чибизов был неудел. И все, что происходило после того, как не сумел он шайбу зафиксировать, находилось вне зоны, так сказать, его юрисдикции. Так у нас параллельно сегодняшнюю поединку проходят другие матчи чемпионатом. Сахалинские акулы принимают. Нужно сахалинский команду из Петербурга. СКА Варяги. И там счет 5-2. Тайфун с Каакарелия. Такой же счет у нас в пустяне трех периодов в пользу Тайфуна. Белые медведи оказались сильнее омских ястребов в серии послематчевых бросков. 3-2. Именно так закончилась встреча в Челябинске. В Перми сейчас идет первый период матча между МХК «Молот» и Нижнекамским «Реактором». Там счет Тик Кучи 1-1. Ну и все, четвертый поединок. Проходит сейчас в Альметьевске. Спутник принимает команду «Сарматы». Затягивается у нас просмотр момента. Интересно, конечно, какой команде выгоден сейчас перерыв. Я думаю, что таки для оренбургцев, конечно, эта пауза предпочтительна, потому что больно уж лихо. Начала 20 минут по Альметьевская команда, сумевшая за первые 2 минуты забросить 2. Шайбы. Очень-очень солидный темп. И 4-1. Это уже довольно серьезный счет. И сейчас, конечно, как воздух необходимо оренбургской команде, чтобы засчитали сейчас шайбу. Арбитры сегодняшнего поединка, но арбитры, конечно, беспристрастные. руководствуются лишь правилами установленными. И, конечно, профессионализме их сомневаться не приходится. Сейчас они вынесут справедливое решение, которое устроит одну команду и, наоборот, разочарует вторую. Нет, разводит главная орбита в руки в сторону. Шайба не засчитана, по всей видимости, не пересекла. Пересекла целиком линию ворот. Мы с вами видели повтор. Там, видимо, часть шайбы линию ворот все-таки пересекла, но не целиком. В правилах с чертом. По белому написано. И никаких сомнений быть не может. Не пересекла. Если шайба линию ворот, то, соответственно, совершенно справедливо. Справедливо орбитры эту шайбу не засчитывают. Что ж, выбрасывание в средней зоне, тем не менее, была возможность у оримурсцев перевести двух. Прежде всего, в психологическом плане отойти от обескураживающегося к началу второй двадцати минутки. Бросок поворотом. Никита Ченцов вновь вступает в игру. Ну, а здесь до нападающей армейской команды шайба не доходит. Можаев. Передача в центр. И ее там перехватывают игроки спутника. Но нельзя было Говоркову шайбы касаться, дабы не было зафиксировано положение вне игры. Хорошо действует спутник в средней зоне. Не позволяем оримурсам войти и закрепиться в зоне команды хозяев. Очередная атака спутника. Якупов. Передача через борт. Теряет плюшку игрок оримбургской команды. И отправляется на замену. Не точно сейчас сыграл Сергей Можаев. И едва не закончилось. Это печально для сарматов. Однако предоставленной возможностью не сумели в полной мере воспользоваться игроки альбетинской команды. Передача вдоль борта. И вот такой бросок. На добивании никого из оримбуржцев не оказалось. Но Антон Чебизов такое чувство, что в последний момент сумел среагировать. На Галеева шайба не проходит. Лакапов. Ох, сейчас опасно могло получиться. Галеев. На синюю линию бросок и шайба. Покидает ледовую площадку, но предварительно попала она в конек кому-то из игроков оримбуржцев. Соответственно, вбрасывание будет в зоне команды гостей. Появилась, наконец, возможность у судейской бригады убрать мешающую ходу матча клюшку с площадки. И теперь ничего не мешает командам насладиться хоккеем в оставшиеся 12 минут и 20 секунд второго периода. Немного темп игры у нас успокоился. Естественно, нельзя демонстрировать сверхскорость на протяжении всего поединка. Силы не безграничны у игроков. Дворков подставил клюшку под передачу. И уже спутник идет в атаку. А пока тотальное преимущество команды хозяев во втором периоде. И в какой момент сейчас Павелко не сумел шайбу обработать, но был в убойнейшей позиции. И тяжело бы Никите Ченцову пришлось, если бы удалось нападающему нанести точный бросок. Покидает ворота Антон Чебизов. Отложенный штраф понятый вверх рука главного арбитра. И в шестером сейчас действуют хозяева площадки. Все коснулся шайбы Илья Бобряшов. И сейчас посмотрим, кто будет отбывать штраф в Оренбургской команде. Александр Волохов. 31 номер становится антигероем для Сарматов в последнем игровом эпизоде. Оставляет свою команду в меньшинстве. Вторая возможность для спутника поиграть в формате 5 на 4. Первый они не сумели воспользоваться. Может быть, со второй попытки получится у спутника реализовать преимущество. Бросок Ченцов контролирует ситуацию. Продолжает владеть инициативой альмитической команды. Не мудренно действуют они по-прежнему в большинстве. И будет делаться на протяжении минуты 45 секунд. Семен Калинин на синюю линию делает передачу через борт. Курков, Калинин не стал бросать. Хорошее оставление. И после отскока с шайбой вновь альмитевская команда. Курков, Калинин. Бросок в исполнении Егора Зибзеева. Но здесь аплодисменты в сторону голкипера команды Сарматы. Никита Ченцов, который в ловушку шайбу сумел поймать. Остановка встречи. Вбрасывание в зоне команды гостей. Еще 10 минут, 33 секунды играть во втором периоде. И отделяет нас лишь полминуты от экватора основного времени поединка. Хороший бросок вдоль борта получился у оренбуржцев. И шайба уже за воротами. Антон Чебизов был вынужден вступать в игру. Супутник с шайбой. Ветенск идет вперед. Есть у них еще 50 секунд на игру. В большинстве кашапов. Говорков. Вторая пятерка сейчас на льду у хозяев площадки. Бикташев. Что будет делать? Передачу на синий юний решил бы сделать. Бросок попадает в оренбуржца шайба. Больно, конечно, игроку Егор Разумняк это был. Продолжает оставаться на площадке. И через боль умудряется перехватывать передач. Конечно же, аплодисменты нападающему оренбуржской команды. Все сделал как положено. Именно так хоккея должен действовать. Любой игрок на площадке ложится в любой ситуации под шайбу. Невзирая на страх, невзирая на боль. Именно так должны действовать настоящие хоккеисты. Что ж, очередное вбрасывание в зоне оренбуржской команды. И уже тает время оштрафованного игрока. Всего 10 секунд на реализацию лишнего. Остается у спутника. По всей видимости, и вторую попытку. Не сумеет реализовать альмическая команда. Александр Волохов появляется на площадке в полных составах. Продолжает встречу играющей сегодня команды. Мог получиться интересный ответ у Сарматов. Если бы в средней зоне не сыграл грамотно кружкой игрок спутника. И не перехватил потенциально опасную передачу. Галиев за ворота. Галиев хорошо делал передачу на пятак. Но в обороне грамотно отыграли оренбуржцы. И пытаются сейчас уже свою атаку собственную провести. Пока не очень успешно. Но здесь Риас Галиев хотел сделать тонкую передачу. Предоставив своей команде возможность организовать контратаку. С последующим выходом 2 в 1. Но задумка его в пути была хороша подвела реализация. Хладеть шайбой оренбургская команда. Пас на синюю линию. Бросок и шайба в ловушке у Антона Чибизова. Пока одну шайбу пропустил сегодня галкипер альмитинской команды. Но и справедливости ради стоит отметить, что количество бросков по его воротам, конечно, существенно меньше, чем по воротам его оппонента Никиты Ченцова. Продолжают оренбургцы владеть инициативой. Конечно, сейчас будет удаление. Удаление вновь в составе оренбургской команды. На этот раз Захар Захаров, нападающий реализации команды, выступающий под 33 номером, предоставляет своим соперникам уже третьего в этом матче возможность поиграть в большинстве. Пока у спутника не особо клеится игра в формате 5 на 4. И перерастет ли количество в качество мы в ближайшие 2 минуты, я думаю, узнаем. Терехов. Первая пятерка на льду у альмитинской команды. Курков. Терехов. Много передач, пока бросков мы не видим в исполнении альмитинской команды. Каинин вот пытался нанести бросок. Контратака с выходом 2 в 1 у оренбургцев. Но там перемудрили игроки с Армата. И все. Момент упущен. Идут вперед игроки спутника. Выход 3 в 2. Хорошая комбинация. Могла она закончиться взятием в ворот. Но на завершающем этапе немного не повезло альмитинской команды. Тем не менее продолжают они сохранять инициативу. Немудрено играют они в формате 5 на 4. Терехов очень хорошо подставлял клюшку. Кардинально изменил траектору движения шайбы. Но немного не повезло. И в ворота она не попала. Что же, минута большинства позади. Пока это большинство для спутника выглядит неплохо. В отличие от предыдущего. Но пока не везет. Везет спутнику. Бросок. Мимо ворот шайбы проходит. И отбрасываются рембуржцы. Антон Чибизов оставляет шайбу для партнеров. Уже 14 минут у нас позади его второй 20 минутки. Пока увидели мы две заброса шайбы. И на первых двух минутах. Затем игра немного успокоилась. Но это не значит, что ничего интересного на площадке не происходит. Волохов отправляет шайбу в очередной раз за ворота Чибизова. И времени всего ничего остается. Порядка 10 секунд у спутника. Но ошибаются в собственной зоне. Более того, ошибаются с нарушением правил. Понятая вверх рука главного арбитра. Это отложенный штраф. В полном составе уже действуют рембуржцы. И на этот раз. Попадающий альбинец команды Ярослав Орехев получает две минуты. И ближайшие две минуты, извините, автологию проведет в боксе для оштрафованных. Ну а на реализацию у Альбинка выходит первая пятерка. Бросок выше ворота приходится. И первыми на подборе оказались игроки альмиссы команды. Но здесь довольно эффектно на сильнии сыграл Егор Левушин, сумев по футбольному коньком осуществить шайбу. Не доходит пока дело до бросков у Сарматов. Много было борьбы у борта. В конечном итоге Ильяс Галиев. Шайбу выбрасывает из своей зоны. Можаев. Бабрашов. И Терехов. Хорошим броском отправляет шайбу за ворота Никита Ченцова. Павелко очень активно прессингует. Одна минута. В меньшинстве уже позади для альмиссиской команды. Пока очень неубедительно выглядит Грасса Армата в большинстве. Контратака. Спутник, выход 2 в 1. Бросок, Павелко. Добивание не позволяет ему сделать. Да, пока в этом большинстве интереснее выглядела альмиссиская команда. Сумели создать один опасный момент. Но есть еще альбурцы время. 24 секунды. Возможно, удастся расставиться в зоне. Должным образом покидает Шайба на ледовую площадку. За 17 секунд до выхода на лед Ярослава Арефьева. Выбрасывание в зоне альмической команды. Ну а играть в 2-й минутке еще 3 минуты и 30 секунд. 17 из которых пока в неравных составах не было бы дать. Выиграли выбрасывание Сарматы. Бросок. Прямо в Антона Чибизову приходится. И, конечно, Шайбу эту ловушку он забирает. Очередное выбрасывание. И вновь непосредственно 30 у ворот голкипера альмической команды. И уже 13 секунд остается до выхода на лед Ярослава Арефьева. Встречает клюшку по льду Никита Чинцов. Курков шайбы. В полном составе уже играет его команда. Не удалось оренбуржцам также реализовать численное преимущество. Практически 6 минут подряд мы с вами наблюдали в руках в неравных составах. И шайб заброшенных так и не увидели. К сожалению это или к счастью, конечно, каждый решит сам. Кто-то заболеет за спутник, кто-то за Сарматов, кто-то просто за красивый хоккей. Две с половиной минуты до конца второго периода. Пока очень активно прессингуют игроки команды хозяев. Оренбургцев выезжает в собственной зоне. И сейчас Калинин был близок к тому, чтобы шайбу за воротами перехватить. Кашапов в среднюю зону на партнера. Положения вне игры нет. Бросок в исполнении Куркова. В створ шайбы не попадает. И прижимают Куркова к борту. Силами Сергея Можаева подтягиваются партнеры. И уже две минуты до конца второго периода. Хорошая диагональная передача. И выход один на один. Бросок, как сейчас этот Никита Ченцов. Бросок этот сумел отразить. Остается загадкой. Был близок весьма и весьма коллектив из Альметьска к тому, чтобы пятую шайбу забросить. Но здесь аплодисменты галкиперу Оренбургской команды. Конечно же, смотрим повтор этого момента. Вбрасывание в зоне Сарматов. Минута и тридцать девять до конца периода. Шайбы и Сарматы. Идет вперед спутник. Якупов. Бросок на добивание Николова. Вновь Якупов с шайбой. Передача партнеру. Наброс в сторону ворот на добивании Самигулин. Мог бы оказаться, но слишком далеко располагался игрок Альметьска команды. Тем не менее, контроль над шайбой сохраняет. Сохраняют игроки спутника. Последняя минута второго периода пошла. Бросок. Бросок. Чинцов на месте. И на синей линии не сумел шайбу остановить Кирилл Медведев. Идет вперед спутник. Перехват. И может сейчас опасно получиться. Если бы прошла передача нападающего Оренбургской команды. Вот такой бросок. То ли наброс. Уже большой опасности для ворот Антона Чибизова не представлял. Покидает шайба ледовую площадку. Указывает главный арбитр на точку поблизости от ворот Антона Чибизова. И за 12 секунд до конца периода будем созреть борьбу на точке вбрасывания между нападающими играющих команд. Сарматов Егор. Разумняк на точке вбрасывания. Ну а у спутника по всей видимости Мурат Галиев. Шайба и спутник. Выбрать шайбу из зоны не удалось. И все. Звучит сирена об окончании второй 20-ти минутки. 4-1. Сумел спутник увеличить свое преимущество в счете до трех шайб. Благодаря двум шайбам, заброшенных на первых минутах второй 20-ти минутки. Сейчас мы наиболее интересные моменты второго периода, конечно же, посмотрим. Вот. Первый момент со взятием ворот. Бросал поворотом игрок альмейской команды. Получился довольно неприятный для Оренбуржцев отскок. И первым на шайбе, конечно, оказался капитан спутника Данила Круков, который сегодня уже набрал три очка. Заброшенная шайба и дверь результативных передачи. Ну, а затем шайба, заброшенная на Равиле Якуповым. Которая сделала счет на табло 4-1. Касательно этого эпизода был просмотр. Довольно длительное время главные арбитры в момент этот наблюдали. Но, по всей видимости, шайба целиком линию ворот не пересекла. И совершенно сподобливает. А шайба засчитана не была. Увидели мы игру в неравных составах. Дважды спутник играл. Затем сармат. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...